С каждым годом закон по отношению к пьяным водителям становится все жестче. Но в борьбе с потенциальными убийцами на дорогах не помогает даже тюрьма. С этого года за повторное вождение в пьяном виде предусмотрена уголовная ответственность в виде двух лет лишения свободы. Что еще может остановить пьяниц за рулем? Это просто подонки, я считаю. Люди, которые... Ну сколько вот уже погибло людей, просто по какой-то дурости, просто по разгильдяйству. Это раздолбайство. Поэтому, знаете, для таких людей должно быть, ну я не знаю, самое строгое наказание, какое может быть. Ну как отбирать права-то и все. Конкретно. Ну и на штрафстоянку машины ставить у пьяного. Ну а что еще, подумаешь? Убивать же его не будет. Более 10 лет там срок превысило бы наказание. За минувшие 4 дня праздников только автоинспекторы Абакана задержали 51 пьяного водителя. Каждый десятый уже был и лишен прав за езду под шефы. Сравните, за выходные 23 февраля поймали 26 пьяниц на дороге. Число нарушителей растет в геометрической прогрессии. С начала года на территории города Абакана при проведении массовых профилактических рейдовых мероприятий задержано 230 водителей в состоянии опьянения. Из них 30 водителей сели повторно за руль, находясь в состоянии опьянения. Каждый водитель, садясь за руль транспортного средства, должен понимать, что тяжесть последствий пьяных аварий более серьезная. Более того, водитель в состоянии опьянения, он не может контролировать изменения дорожной ситуации. Цифра же по Хакасии в целом в два раза больше. В районах полицейские поймали 116 пьяных водителей за выходные. Почти все любители выпить перед поездкой объясняют это праздниками. Мол, грех не отметить. При этом на 8 марта из полсотни задержанных всего 6 женщин. Что праздновали мужчины, непонятно. Стоит отметить, что предотвратить трагедию может любой житель Хакасии. Сообщить о пьяном водителе можно по телефону в Абакане 35 4605 или просто набрав 02. Виктор Буро, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.